об этой команде я уже занимаюсь с 2000 года 18 лет раньше играл за нижний новгород так как я оттуда родом сам ну как узнал так вот на чемпионате россии был как дающий надежды тогда еще 2003 году молодой перспективные просто-то решили перетянуть пойти за этот клуб вот уже 15 лет как играю за него вся вся жизнь 18 лет он представьте что 18 лет ты играешь одним или это любимое твое дело что уже не может принял даже ты сли неделю просидишь там где-то или занимаешь другим все равно тебя тянет уже куда-то поиграть этот коллектив увидеть посмеяться хихиха ха там раздевалки что-то такое если честно нет популяризации нет вообще никакой у нас нигде практически не печатают никаких не баннеров ничего и об этом очень мало народу знают ну не чтоб дома тоже сидели или где-то там на каких-то площадях в туннелях сидели чтоб милосами просили мне тоже это неприятно конечно потому что мы люди с не ограниченными возможностями такие же все и надо обязательно привлекать что как закаляешь дух свой закаляешь как-то тело там неважно что случилось с вами нет у вас руки и ноги главное надо жить дальше жить дальше нашел тренер через протезное предприятие команды москоспорт куксов и все пришел посмотрел понравилось начал заниматься всегда кому надо что помочь помогаем в основном все то кому это нравится никто не уходит все занимаются просто хотя бы чтобы кого-то заинтересовать что какие-то продвижение было он слэш-хоккей был паралимпийский все он без проблем сейчас все о нем только и говорят общение в коллективе все равно много помогает кто-то с кем-то чем-то делится кто-то чем-то разговаривает кто-то кому-то как-то все равно помогает просто сидеть дома тоже не выход надо общаться с людьми уходить команду я попал на мне было лет 9 я был на матче нашего барнаутского динамо со своими друзьями ну уже потом когда возвращался домой мне встретился с неким леонидом германовичем кто выявлялся и сейчас до сих пор является президентом нашего клуба динамо алтай ну мы с ним встретились чисто случайно то есть он пригласил на тренировку я пришел ну так где-то лет 9 занимаюсь окружение только влияет на это на этого человека то есть кого у него будет окружение то есть так он будет себя чувствовать так он будет двигаться такие будут решения принимать если его окружение с ним чесюкается и там грубо говоря он сегодня ему подтирают но он так и будет скорее всего дома сидеть то есть тут ему хочет расскажи и он да менять окружение окружать себя людьми которые не будут тебя жалеть первую очередь потому что жалость это самое страшное если как бы получается с тобой какая-то беда так скажем в кавычках и получилось жалость целую никого и поэтому менять свое окружение больше общаться с людьми это я так считаю может мне возможно повезло я попал в такую компанию где ну как бы я общался на равных со всеми поэтому то есть у меня с детства не было никаких там и комплексов то есть ничего то есть как бы как нормально себя просто вел сам себя я знаю много ребят которые просто окружение через чур жалеет и они на этом фоне то есть ну очень быстро привыкают к этой зоне комфорта и вот остаются так скажем это там на диване или в кресле у себя или на своем балконе то и дальше балкона никуда не уходят поэтому больше общайтесь со всеми с кем можете общаться просто уходите общаясь это специфичный спорт во первых здесь нужна не только физическая нагрузка должна быть выдержана но и свое душевное эмоциональное состояние то которое ты несешь футбола футбол все ответственно тебе отдает потом уже это всем нужно это не считаем что мы с ограниченными возможностями нет конечно просто мы что-то не можем делать так как делают люди без ограниченных возможностей вы знаете вот я сегодня недавно буквально слушал передачу она была организована с психологом как раз по проведению вот этих всех досуга отдыха и сказали задели вопрос такой как обременяет всех компьютер ну это виртуальность а все же я не знаю наше поколение между прочим она привыкла к реальности это так и есть она путь и мне одно что все были здоровы чтобы стремились к этому чтобы тело соответствовало с душой это должен быть спорт а здесь нужна сила воли конечно плюс все характер всем предлагаю занимайтесь активно спортом не обязательно что футболист и боксер хоккеист команда организована в 1993 году за это время команда превратилась в профессиональную команду в ней ребят более 25 человек в этой команде есть два заслуженных мастера спорта это дмитрий удалов и игорь жилин четыре человека мастеров спорта два мастера спорта международного класса за настоящее время в за сборную российской федерации на международном уровне выступает три члена команды это игорь жилин дмитрий удалов и георгий криволуцкий на прошлом прошлом в прошлом году прошлом чемпионате мира в мексике ребята заняли пятое место люди приходят часто так скажем но остаются не так часто то есть ребята приходят пообщается по по притирается посмотрит что нет это не их не они не 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 говорю что они совсем куда-то теряется нет у нас довольно много клубов в алтайском крае и в самом барнауле у нас три клуба инвалидов это значит алтайский футбольный клуб и на алтай инвалидов ампутантов клуб инваспорт и клуб патриот есть три клуба развивает у нас довольно много таких видов спорта как теннис лыжи пауэрлифтинг вот волейбол футбол лыжи гребли на байдарке все ребята разносторонние и не обязательно допустим это футбол если человек футбол не подходит он пробует себя в каком-то другом виде спорта насильно никого не это не затащишь ни в какой вид спорта я это испытал на себе мы довольно первое время это 90-е годы ну пытались как бы ну буквально приедешь за человеком везешь его на тренировку си тренировки он все равно все равно теряется нужно чтобы у человека появилось и желание а этого желания тут должна проявить проявиться эта сила воли что ли в человеке или допустим какое-то время должно пройти после определенной травмы или если это от рождения то обычно с рождения ребята они более как-то адаптированы к этому и сидеть дома и грубо сидеть в компьютере в основном час молодежь она замкнута вот таком вот именно жизни образе что компьютер и особо им ничего не надо но еще раз говорю что все равно как как бы ты его не тянул тут должно проявиться само желание у человека но с нашей стороны мы конечно пытаемся довести до него что есть необходимость в движении в том же как бы мы же знаем что движение это жизнь соответственно будешь двигаться будешь проявлять какие-то способности будешь к чему-то тянуться и соответственно добьешься каких-то определенных успехов если взять от наших ребят то они сами видите довольно подвижные достигли таких достаточно высоких профессиональных высот как получили звание и соответственно еще и жизнь становится и интереснее им они же ездят по стране общается с категорией людей такие же как они я не вижу что они не одиноки в этом этом в этой жизни что таких людей достаточно много и они вполне интересны поэтому и жизнь становится интереснее и общение и друзей получается у тебя появляется не только вот в городе барнауле получается по всей стране ну я как бы желаю ребятам которые сидят дома не не засиживаться искать искать какой-то круг круг людей такие же как как они через соцсети через какие-то средства массовой информации они все равно читают газеты печать то есть выходить на этих людей не стесняться не стесняться потому что мы все такие же нормальные люди и поэтому общение это жизнь